Уже около 30 лет вечером в День Победы к Вечному Огню приходят поисковики. С годами к ним присоединяется все больше людей. Они зажигают свечи, расставляют их вокруг Вечного Огня и молча вспоминают тех, кто не вернулся с полей сражений самой страшной войны 20 века. Пока стоишь около огня, с этой свечкой стоишь, ты вспоминаешь своих родных, умерших, погибших. Вспоминаешь тех, кто погиб, тем более вот на этом месте. Мы знаем, сколько у нас больше 130 тысяч погибших уроженцев в Мордовии. Поэтому постоять 5-10-15 минут, повспоминать их, это, наверное, и для них нужно, чтобы они знают, что мы не забыли о них. И для нас это очень важно, особенно для молодежи, чтобы помнили. Огонь – символ многогранный. Он может дарить тепло, а может и уничтожать. Тонкий огонек свечи памяти согревает души людей. Очень трогательная акция. Мы уже второй раз в прошлом году тоже были, вот свечи памяти смотрели в этом году. Вообще в День Победы, мне кажется, свеча памяти, бессмертный полк, парад Победы, как-то слезы даже вызывает на глаза. Тем временем на Советской площади подходил к завершению праздничный концерт. Даже испортившаяся погода не помешала горожанам петь песни военных лет вместе с артистами. Все ждали праздничный салют. И вот небо над Саранском украсили огненные шары. Ракеты раскалывали черноту ночи яркими взрывами. Они звучали в честь тех, кто мужественно и самоотверженно боролся против фашистского зверя. В честь тех, кто ковал победу в тылу. Мы никогда не забудем их подвиг. Вячеслав Кузьменко, Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Продолжение следует...